Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Взяла себе курочку-гриль. Правда, она немножко черная. Я взяла самую черную, потому что мне нравится, когда сверху этот соус. Хотя мама говорит, что это вредно, это нельзя, ля-ля-ля-ля. Я говорю, да ладно тебе, мамуля, главное, вкусно! И купила такой айран в большом объеме. Это 300 мл. То есть это не стандарт. Больше. Главное, чтобы не меньше. Больше это приветствуется у нас. У меня, если честно, новости так себе. Ну как так себе? Уже решила, можно сказать, свои вопросы. Дело в том, что я заказала себе спальню в свою квартиру. Как вы знаете, с первого числа моя квартира уже сдается. Поэтому мне надо как бы решить все вопросы до первого сентября. Какой густой. Как будто кефир. Так, давайте немножко расскажу. Здесь у меня грейпфрут, который я очистила. Так получается обалденно вкусный. Я обожаю грейпфрут. Здесь у меня грибочки. Отварила два яйца и курочка. Взяла полкурицы, потому что целое будет многовато. Ох уж этот соус сверху. Вкуснотища. В общем. Две недели назад я заказала себе спальный гарнитур в мою новую квартиру. Спальный гарнитур новый. В инстаграме я вам его показывала. Изголовье кровати должно идеально просто подходить под мои обои. Я сразу уточнила, когда вы можете привезти мне его. Скажите, не беспокойтесь. В течение 15 дней будет готово. Я так раскинула мозгами. Мне как раз. Получается, под конец месяца приедет. Жду, жду. Но не беспокую людей, ничего не уточняю. Просто жду молча. Прошу ровно 15 дней. Решила позвонить. Позвонила. Уточнила. Девушка. С таким, знаете, удивлением. В смысле спальня. Какая спальня? Подождите, говорит. Мы, видимо, что-то перепутали. Я вам через минуту перезвоню. Единственная минута. Подождите. Я такая, ну, возможно, девочка новенькая. Она не знает. И, в общем, перезванивают мне через час. И говорят. Не то, что мы забыли. Извините. Вы знаете, у нас мастер приболел. У него была корона. Он не мог работать. К сожалению, мы не приступали к изготовлению спальни. Я, естественно, разозлилась. Мне, естественно, это неприятно. Потому что люди уже должны заехать. Все должно быть готово. Сейчас я, например, закажу новую спальню. Но мне минимум две недели скажут. Опять. В общем, я сидела так где-то час. Не знала, что делать. И чисто случайно, не зная эту ситуацию абсолютно, звонит мне мой двоюродный брат. И говорит. Им спальный гарнитур, который у них есть на старой квартире, он не нужен. Потому что они будут все новое покупать туда. Спальный гарнитур не в плохом состоянии. Это приданное жены двоюродного брата. Там и шкаф, и комод, и две тумбочки. Не в плохом состоянии. Она вообще такая аккуратная. У нее прям все вещи в хорошем состоянии остаются. И он мне говорит. Абсолютно не знает ситуацию. Как у вас Авито. У нас есть такой сайт. выложить и продать. И я такая ему. Ты прям мои мысли читаешь. Давай я у тебя куплю. Он такой, так ты же заказала уже. Я говорю, во-первых, я не знала, что ты собираешься продавать. Этот спальный гарнитур. Я даже не спрашивала у него. Потому что я знаю, если я спрошу, он скажет, забирай просто так. Ничего мне не надо. Поэтому я как бы стеснялась. Возможно, они не хотят покупать новые. А потом придется им это делать. И он мне, естественно, сказал, забирай. Ничего не надо. И слава богу, я знаете, что думаю? Слава богу, что я не платила предоплату тем, кто меня подвел. Так как я заказываю онлайн, никакой предоплаты бы не было. А прикиньте, они бы мне не вернули предоплату. В общем, все, что не делается, все к лучшему. Они как раз сейчас покупают новую квартиру, переезжают. А спальный гарнитур я отвезу к себе. Естественно, у нас разговоры. Я говорю, что я заплачу. Он говорит, что не надо. Я просто решила кое-что из мебели купить. Не просто в качестве денег оттать, а купить кое-что из мебели, то, что они хотят. И будет 1-1. Поэтому я всегда, вы знаете, очкую предоплату кому-то давать, если ты конкретно не знаешь этих людей. И вы знаете, что я испугалась? Вот сейчас они забыли, например, да? А где гарантия, что через 15 дней реально эта спальня будет у меня дома? Если люди в первый раз так безответственно отнеслись к этому, я сразу им сказала, если у вас сотрудник заболел коронавирусом, правильно, вы могли бы меня предупредить, что, например, 20-го числа мебель не ждите. Я бы, наверное, тогда уже заказала бы новую мебель в другом месте, если у вас в течение 15 дней не получается изготовить ее. А не просто тянуть резину. Я думаю, что, скорее всего, они просто забыли про мой заказ. Потому что, когда я только позвонила девушке, и она как бы вообще не ждала моего звонка, ну, всякое бывает. То есть я понимаю, конечно, на одно дело я заказываю себе спальный гарнитур к себе домой, а другое дело я обещала людям. Получается, люди переезжают из другой квартиры. То есть там тоже они прожить дольше не смогут. Им нужно уже потихоньку перевозить вещи. И перевозить куда? Если нет ни кровати, ни шкафа, ни комода. Поэтому вот такая вот неловкая ситуация у меня получилась. я просто в шоке от совпадения. Я услышала эту новость, начала там искать в интернете, где как быстро можно купить мебель. я уже сразу начала рассматривать уже готовые варианты. Либо готовые новые, либо поддержанные какие-то. И тут как будто мой брат почувствовал, вот реально. Другой говорит, ты не знаешь, как выложить спальный гарнитур, я продать хочу. Я такая, покупаю. Некоторые меня спрашивали, где я купила холодильник и стиралку. Я просто вот искренне не могу вам советовать это место. Потому что, как вы знаете, стиралку мне пришлось поменять. Эта стиралка уже нормально работает. И то, вы знаете, на постоянной основе там никто ничего не стирает. Вот моя тетя рассказывает о том, что она там же купила поддержанную стиральную машину. Использовала месяц. Потом она перестала работать. Изначально проблемная стиралка. Просто их чинят и перепродают. А потом эта проблема опять появляется. Поэтому поддержанную, если честно, я вам брать не советую. Это еще хорошо, если потом можно вернуть или кому-то что-то предъявить. Иногда бывает такое, что потом люди не признаются, когда я тебе продавал, все работало. А дальше не работает, это уже твои проблемы. Ты, видать, что-то испортила. Люди-то разные. Яйца. Вот правильно говорят, когда Бог хочет решить твои проблемы. Они как-то сами по себе решаются. Даже ты даже не участвуешь. Тебе звонят. Вот спальным гарнитуром получилось то же самое. Правда, он не очень сочетается с моей комнатой. То есть мебель темно-коричневого цвета с серыми вставочками. Не вау, конечно. То, что я выбрала, было лучше. Зато в два раза дешевле. Даже нет. В три раза дешевле. Некоторые мне такие ужасные истории рассказывают про квартиросъемщиков. В какой вид они приводят квартиру. Мне так сразу страшно становится. Некоторые там кидают в инстаграм мне фотографии, что вот после квартиросъемщиков в каком состоянии у меня хата. Поэтому я думаю, что и такая спальня нормально. Там две тумбочки, комод, кровать, шкаф, то есть полный спектр. На этом все, мои хорошие. Вот эту вот часть я дам Твиксу. Пусть он тоже поест. Всех люблю, целую. Спасибо, что досмотрели. Обязательно подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok